Собрать детей в школу – главная забота родителей в августе. Традиционно многодетным и малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь к новому учебному году. О том, как ее получить, рассказала начальник управления образования Сморгонского райисполкома Светлана Счастная. С 1 июля по 25 августа у нас в стране проходит акция «Соберем детей в школу». А выплаты в нашем районе начинаются родителям с 1 августа по 25 августа. В этом году у нас в списке 1856 детей из 814 семей. Вот такая большая у нас семья в этом году. Установлена конкретная сумма выплат. Если раньше она варьировалась, то в этом году она четко указана. Это 30% от бюджета прожиточного минимума. И эта сумма составляет 98 рублей 55 копеек на каждого ребенка. Мы уже начали выплаты в нашем районе. И в ближайшие дни мы планируем проводить эти выплаты в городских школах, именно в школах. В дальнейшем те родители, которые не успеют получить эти деньги, могут обращаться в наш Центр по обеспечению деятельности учреждения образования Сморгонского района. Что касается сельских учреждений, то традиционно родители получают выплаты непосредственно в школе насилия. Для того, чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться в учреждение образования, предоставить соответствующие документы. Ну, конечно, в первую очередь это паспорт. Необходимо предоставить копию удостоверения многодетной семьи, справки об обучении, что учащийся является учеником этого учреждения образования. Традиционно, конечно же, родители еще имеют право и на обращение по месту работы. То есть, в зависимости от того, что пределено коллективным договором по месту работы родителей, им тоже могут быть оказаны выплаты. Управлением образования подготовлено соответствующее письмо и разослано на все организации, предприятия, города о содействии в оказании помощи многодетным и малоимущим семьям в подготовке детей к школе. Право получить такую выплату имеют в том числе и родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Есть еще и другие виды помощи, которые могут быть оказаны семьям. Это и государственная адресная помощь, это и гуманитарная помощь, это и различного рода благотворительная помощь, которая оказывается различного рода фондами и общественными объединениями. Поэтому надеемся и уверены, что и в этом году наши детки будут подготовлены к школе, придут на линейку 1 сентября красивыми, отдохнувшими, с новыми портфелями, с новыми принадлежностями и с огромным желанием приобретать знания.